В нашем городе кронирование деревьев На придомовой территории Разрешение администрации потребуется лишь в том случае, если дерево нужно выкопать полностью Собственники и управляющие компании после сноса данного дерева обязаны посадить минимум три дерева взамен на этой же территории Если же требуется просто кронация дерева, то тут можно без согласования с администрацией кронировать данное дерево, обрезать верхушку и так далее Узнать, на чьей территории растет дерево, можно в управляющей организации Если окажется, что дерево на придомовой территории, жителям необходимо обратиться в УК или ТСЖ-заявление Дальше действует управляющая организация Если собственники решили кронировать дерево, требуется в первую очередь письменное заявление, на которое управляющая компания должна отреагировать в 10-дневный срок, согласно законодательству Кронация деревьев может происходить в определенный период, то есть нельзя взять летом кронировать дерево Это, как правило, или конец осени, или конец зимы Бывает, что угроза обрушения или порча кого-либо имущества может случиться в летний период Тогда управляющая компания должна сделать запрос в администрацию района и во все органы с просьбой получить разрешение на кронацию данного дерева летом Кронирование одного дерева стоит порядка 10 тысяч В эту сумму входит вызов вышки работы подрядной организации и утилизации Средства, как правило, выделяются из денег, собранных за текущий ремонт Если на доме есть средства по статье «Текущий ремонт», то за эти средства это дерево и кронируется или полностью ликвидируется Если свободных средств по статье «Текущий ремонт» на доме нет, управляющая компания может провести эту работу авансом Либо, если есть угроза безопасности жильцов, обратиться в администрацию района за помощью в ликвидации срезанных веток